Всем привет! Перед вами на столе электрическая пушка. Да, самая настоящая электрическая пушка, оформленная в виде старинной пушечки с медным стволом. Но к пушке Гаусса или электромагнито излучающей пушки, эта пушка не имеет никакого отношения. Давайте немножко теории. Итак, теория этой пушки такова, что если взять деревянный лафет, который хорошо изолирует от почвы, медный ствол замкнутый вот в этом месте, точнее это труба замкнутая, в которой через отверстие с изолятором введен провод на заземление. И если в этот ствол разместить ядро, то при ударе молнии через металлическое ядро из какого-нибудь металла разряд пойдет на землю. В результате короткого замыкания здесь возникнет микровзрыв, который повысит давление в этой камере и произойдет выстрел. Чертеж простой, давайте его исполним. Согласно законам жанра, в этом месте я должен показать крупным планом, то я умею работать инструментами. Кусачками я отпусываю медные поволки, чтобы сделать оформление лафета и электрические выводы. Вот так. Из бруска дерева с помощью ножовки и ножа я подпиливаю небольшие колечки. Вот такие. Из них я сделаю те самые колеса, которые у меня на чертеже. Осталось взять цельный брусок дерева с помощью токорного станка и фрезы вырезать вот такую заготовку. Смотрите, если к ней приделать колеса, то получается вот такой изящный лафет. Обычно я делаю пушки с деревянным стволом. Смотрите, эта палка, если ее отрезать, неплохо смотрится на этом лафете. Но лучше использовать медную трубку и изолентку. После нехитрых мудрстваний получилась вот такая симпатичная пушечка с медным стволом. Из медной проволоки, которую я резал кусачками, получились вот такие электровыводы, колечки, кросики, за которые можно пушку тянуть. И пушка почти готова к работе. Но вот беда. Ни облаков, ни молнии, ни гроз у нас не наблюдается. Точнее, у нас сплошной туман, из которого молния не выскакивает. Да и хорошее измерение сделать я дома. Не могу трубы почти у всех пластиковых. Тогда я решил накопить энергию в молнии. А где ее лучше накопить? Можно в аккумуляторах, можно в батарейках, а можно в конденсаторах. Я взял большие емкие конденсаторы и диоды и спаял вот такую штуку. Я хорошенько пропаял все выводы, потому как токи в моей системе будут очень большие. И ток в молнии просто гигантский, и он может испарить даже стекло. И так, вместо облаков и заземления, я сделал вот такую стопу, которая накопит электрическую энергию для того, чтобы моя пушка выстрелилась. Дальше я соединил вот такую симпатичную шкену. У меня, конечно же, есть кнопка. К сожалению, красного лака у меня не нашлось, и красной ее сделать я не смог. Вот мой накопитель энергии. Но так, как энергию я буду терпать из розетки, я немножко побаиваюсь. И поэтому в качестве небольшого полосного телохранителя я использую лампочку накаливания. Все мое устройство готово к выстрелу. Но чем же эта пушка будет стрелять? Для этого мне понадобится кусочек фольги. От рулона фольги с помощью ножниц я отдифференцировал вот такой кусочек. Ух, как бы мне здесь пригодились навыки тех, кто хорошо катает алюминиевые шары из алюминиевой фольги. Но я катаю так, как могу. Главное, чтобы это ядро помещалось в ствол и могло хорошо по нему двигаться. Но при этом не было слишком маленьким, потому как давление в камере сгорания слишком мало. И так я сделал алюминиевое ядро и можно заряжать пушку. Раз ядра не вылетают из ствола, то я не побоялся направить пушку в сторону камеры. Ничего ведь страшного не произойдет, ядро ведь все равно не вылетело. Приготовились, батарея, огонь! Я думаю даже вспышку было хорошо видно, но ядро все равно не вылетело. Вылетай, говорю тебе, вылетай! Мне стыдно перед зрителями. Сделав такую красивую пушку, я так и не смог из нее выстрелить. Заряд, заряд, еще заряд. Конденсаторы заряжены по максимуму. Так выстрелишь ты в конце концов или нет? Ядро очень даже шикарно вылетает из пушки. Я применил небольшую хитрость, она проста. Раз не хватило паров алюминия, то я добавил паров воды. Эти пары с удовольствием выталкивают алюминиевое ядро. И пушка шикарно стреляет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok